друзья всем огромный привет вы на канале art photo life меня зовут серджу и сегодня мы продолжаем с вами говорить про предметку прошлом видео я показал вам как я снимаю предметку со стильным мужским характером для своего блога instagram раскрыл свои небольшие секреты показал нюансы показал настройки если вы не видели этот видеоролик советую вам посмотреть подсказка будет сверху и в описании к этому видео ну а сегодня мы с вами в lightroom и будем непосредственно такую фотографию обрабатывать изображение с которыми я буду сегодня работать вы можете также скачать по ссылке под видео потренироваться в обработке вместе со мной и в своих соцсетях в эти снимки обработанные вашей ретушью можете публиковать укажите только пожалуйста авторство снимка то есть сделайте ссылочку на меня ну в общем по вступительные части наверное все давайте мы посмотрим какое изображение у нас было до обработки и какое мы получим после и так вот с таким вот результатом мы закончим нашу обработку и давайте не будем терять времени поехали и так друзья вот изображение с которым мы с вами сегодня будем работать давайте первым делом что мы с вами сделаем это сделаем crop для instagram то есть 4 на 5 поправлю я слегка горизонт чисто так на глаз ориентирую же я конечно же по часам чтобы они у меня лежали ровненько пожалуй на таком крупе можно остановиться и следующим шагом мы правим с вами баланс белого и получаем такую нейтральную картинку в которой будет примерно одинаковое количество холодных и теплых оттенков остановлюсь я на уровне 4471 кельвин и далее в обработке если меня это не устроит я баланс белого немного скорректирую еще и друзья давайте мы приберем немножко света сделаем на минус 75 точку белого я также приберу где-то примерно на минус 70 контраста давайте мы с вами добавим это все-таки мужская брутальная обработка где-то я думаю уровень плюс 30 и точку черного мы с вами поднимем где-то на уровень плюс 30 это мы делаем для того чтобы в будущем нам было удобнее работать в кривых давайте сразу добавим текстуру 20 четкости 10 теперь переходим в кривую и будем работать с кривой rgb я немножко приподнимаю точку черного работая как вы знаете мы удерживая кнопочку alt таким образом наша кривая не дергается как блеска с ней работать более стабильно и технически проще передавайте мы самую среднюю точку вернем примерно на исходное положение если вы подходите к вопросу слишком педантично то вы можете выставить вручную 128 на 128 это и будет точная середина средней точки передавайте мы темные тона опустим немного вниз и вот здесь вот средние тона тоже слегка опустим точку белого мы также опустим немного вниз это уберет излишнее свечение а точку в средних светлых тонах поднимем чуть чуть немного выше теперь друзья прежде чем продолжать работать с кривой давайте мы с вами перейдем в панель и чисел и уберем лишние цвета чтобы они не мешали нам тонировать фотографию работать с такой фотографии одно удовольствие потому что здесь из основных цветов это красные оранжевые оттенки которые виде коричневых у нас отражаются кое-где на коробке от часов и на самом циферблате все остальные цвета мы можем в принципе скрыть они нам абсолютно для такой обработки не нужны поэтому давайте мы начиная с желтого и остальные все цвета ниже мы просто уберем в минус 100 получили сразу мы вот такую красивую нейтральную картинку почти красивую нам нужно еще и и доработать давайте мы красный сделаем чуть чуть потеплее где-то на уровень 25 оранжевый уберем на минус 10 сторону красного цвета таким образом на эти два цвета сблизим давайте посмотрим желтый желтый тоже у нас присутствует в светлых местах мы сделаем его более коричневым передвинем сторону красных оттенков где-то примерно на уровень наверное минус 27 давайте пошевелим другие ползунки и посмотрим если у нас какие-то оттенки других цветов вот я их не наблюдаю поэтому их мы можем даже и не трогать давайте мы теперь сделаем циферблат часов немного поярче у нас здесь красные оранжевые оттенки мы перейдем яркость и сделаем чуть чуть поярче да пожалуй вот так вот красный на плюс 17 и оранжевый на плюс 22 давайте посмотрим свечение других цветов на желтый можно сделать чуть чуть посильнее буквально на плюс 12 таким образом блики будут поярче зеленый мы можем даже прижать для того чтобы у нас появилась интересная текстурка в наших светлых участках вот здесь слева на бликах аквамарин я сделаю чуть чуть поярче на плюс 26 и синий давайте тоже сделаем поярче на плюс 14 теперь возвращаемся в тоновую кривую открываем красный канал зажимаем кнопочку alt выставляем посередине центральную точку как вы помните это значение 128 на 128 на самом деле если у вас будет стоять там 129 на 128 но глаз это практически не замечает но с технической точки зрения середина именно там находится 128 на 128 теперь давайте мы возьмем темные оттенки вот здесь практически в самом низу и потянем их вниз и вот эту точку также мы потянем немного вниз и загнем вот таким вот образом кривую у нас сразу фотография стала вот такой вот синий зеленый до циановой мы теперь соответственно переходим зеленый канал также фиксируем центральную точку и в этих же местах точки опускаем вниз теперь друзья мои мы смотрим на стол на черный цвет и нам нужно получить красивый черный серый цвет теперь переходим синий канал фиксируем центральную точку и делаем абсолютно то же самое теперь мы добавляем сюда желтых оттенков и у нас уже получилось такое достаточно интересное тонирование давайте мы теперь вернемся к балансу белого остановлюсь я на 4012 кельвинов теперь посмотрим оттенок оттенок я трогать не буду оставлю по умолчанию давайте мы теперь слегка добавим информацию в тенях потому что у нас фотография стала слишком темная теперь друзья я опущусь вниз и добавлю сюда резкости где-то примерно на 65 теперь я добавлю сюда еще немного зерна где-то ставлю примерно на уровень 15 размер уменьшаю где-то на 15 а неровность повышаю до уровня 70 друзья как мне кажется у меня появился излишний желтый такой коричневый цвет давайте мы попробуем теперь наверное оранжевый до убавим мы где-то примерно на уровень ну минус 40 красный трогать не будем теперь возвращаемся назад в кривую давайте перейдем в красный канал и попробуем убрать лишние вот эти циановые оттенки которые у нас появились в темных местах и точки которые я опускал вниз я их теперь немного приподниму назад вверх пожалуй вот таким вот образом у меня получился вот такой вот нейтральный серый сизый цвет это то что мне нужно и давайте мы добавим виньетку и так передвигаемся в самый низ панельки значение я убавляю где-то примерно на уровень минус 20 подрегулирую центральную область на минус 30 и растушевку я прибавлю где-то на уровень примерно 85 теперь друзья давайте перейдем самый низ калибровку и посмотрим что мы можем сделать тут и так первичный синий канал двигаем немного влево у нас усиливаются цвета но мы их немножко прижмем и так цветовой тонна минус 41 и насыщенность я убавлю ну тоже где-то примерно на значение минус 40 теперь первичный зеленый канал он дает нам слишком красный цвет у наших оранжевых оттенков поэтому я подвину наоборот немножко влево минус 24 тонн и насыщенность насыщенность чуть-чуть прибавлю слегка на плюс 10 теперь красный канал я красный также подвинуть цветовой тон в сторону оранжевых оттенков на плюс 18 и мой цвет в коричневых оттенках станет более такой коричневый более благородный насыщенность я наоборот слегка пониже где-то на уровень ну наверное минус 11 и друзья давайте добавим в тени мы немножко тонировки перейдем в тени насыщенность я сделаю побольше где-то вот на уровень 25 теперь давайте подберем тонировку которая бы подошла к этому изображению здесь бы я наверное добавил пожалуй вот таких вот интересных циановых оттенков цветовой тон у меня 163 единственно что насыщенность конечно мы такую сильную оставлять не будем а сделаем буквально чуть-чуть щепотку буквально значение 5 все света я трогать не буду я оставлю их чистыми белыми меня такой белый цвет абсолютно устраивает единственный последний штрих который нам осталось здесь осуществить это немного сделать светлее циферблат и так выбираем радиальный фильтр накладываем его на циферблат таким вот образом посмотрите чтобы у вас были сброшены все настройки теперь давайте мы потянем экспозицию немного вправо вот так уже поинтереснее значение у меня 1 , 51 теперь добавим сюда еще немножко текстурки на плюс 25 и добавим сюда еще резкости где-то на плюс 20 плюс 21 теперь давайте посмотрим что будет если мы будем усиливать тени точнее их осветлять на плюс 50 наверное многовато да где-то в районе 35 наверное будет самый то и теперь давайте посмотрим еще света за счет цветов можно также еще немножко усилить блик плюс 55 я думаю будет достаточно ну вот так стало уже гораздо интереснее давайте посмотрим без радиального фильтра с радиальным совсем другое дело кликаем enter еще раз enter теперь давайте мы увеличим и посмотрим вот здесь на стекле были еле заметные пылинки но объектив настолько резкий что он их выцепил мы теперь возьмем инструмент удаления пятен уменьшим его до уровня пятнышка и слегка пройдемся вот этим зернышком по крупицам пыли если вас не устраивает тот образец который выбирается автоматически вы вручную перетаскиваете место с которого компьютер берет образец и оставляете и так пройдемся по всем пылинкам но друзья я прибрал все пылинки давайте посмотрим как было с ними и как стало без них совершенно другое дело кликаем enter возвращаем масштаб изображения и теперь в качестве самого последнего штриха давайте мы попробуем поиграться с сочностью и насыщенностью я сделаю сочность где-то плюс 20 насыщенность минус 15 и баланс белого я все-таки сделаю потеплее где-то на уровне 4500 вот такое соотношение холодных и теплых оттенков мне нравится больше давайте мы перейдем с вами в зеленый канал и попробуем еще немного добавить фиолетовых оттенков чтобы устранить оставшийся еле заметный зеленый цвет опускаем чуть чуть немного ниже точки которые мы выделили ранее теперь перейдем в синий канал и давайте мы с вами добавим дополнительные точки и поднимем их вверх и сделаем изображение чуть-чуть похолоднее в средних тонах и самую среднюю точку я пожалуй тоже чуть-чуть немножко подниму вверх все друзья фотография готова больше я ничего здесь сделать не буду меня все абсолютно здесь устраивает а мы друзья теперь давайте попробуем полученный пресет применить к другим фотографиям например вот к этой и так применяем это так отработал только что созданный у нас с вами пресет и нам теперь останется только подвинуть температуру выбрать наиболее интересное сочетание и наиболее интересный баланс холодных и теплых оттенков и если в данном случае вам кажется что у вас цвет кожи слишком яркий насыщенный мы можем оранжевый просто немного понизить и также убрать его светимость и получить вот такой красивый кинематографичный оранжевый цвет ну и пожалуй здесь можно добавить конечно экспозиции и можно поработать еще градиентами для того чтобы затемнить ненужные светящиеся области и еще одна фотография из серии doors давайте применим пресет сюда ну здесь ничего дорабатывать даже не нужно вот такие замечательные у нас с вами настройки получились такой брутальный минимализм для мужской обработки предметок раскладки но и каких-то вот таких вот натюрмортов для блога в instagram а на этом друзья все если видео было полезным не забудь поставить лайк это для меня будет лучшая награда и как всегда желаю вам творческих высот с вами был сердце всем пока и до новых встреч а полученный пресет вы можете скачать в описании к видео если вы усидели досмотрели видео до конца то отмотайте в самый самый конец в описании и там будет ссылочка на данный пресет то и и то и и и и и и